Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости финансового мира от компании Инстафорекс. С вами я, Екатерина Недачина. Ожидания жестких заявлений от главы ФРС Джанет Йеллен оказались напрасными. Слова Йеллен были осторожными и, как обычно, мягкими. Разумеется, председатель ФРС в очередной раз напомнил о восстановлении рынка труда в США. Эта тема затрагивается в каждой речи Йеллен, отчего участники рынка теперь уже просто игнорируют такие ее утверждения. Как результат, при торгах валютной пары евро-доллар преобладают бычьи настроения. Трейдеры распродают доллар в пользу евро. Котировка к открытию европейской торговой сессии поднялась к отметке в 1 доллар 35,90 центов. По итогам вчерашнего заседания никаких сенсаций не произошло. Объемы программы стимулирования сократили в соответствии с планами на 10 миллиардов долларов, и размер процентной ставки остался неизменным. По прогнозам Федрезерва, тенденция на сокращение количественного смягчения сохранится и в июле. В целом, комментарии Федрезерва были на оптимистичной ноте, что привело к росту фондового рынка и валюты Merging Markets. Так, было высказано предположение, что размер процентной ставки может быть повыше на 100 базисных пунктов к 1,25% в конце 2015 года. А по итогам 2016 года ставка достигнет значения в 2,5%. Инфляция находится под контролем и на приемлемых значениях. А вот экономический рост, скорее всего, будет медленнее в текущем году, нежели ожидалось ранее. Прогноз понизили с 2,8% до 2,1-2,3%. Торгуйте и зарабатывайте вместе с компанией Инстафорекс и приятного вам торгового дня!